Всем привет! Вы на канале Обо всём. И так как мы уже второй месяц живём в Кабулете, решили на денёк съездить в соседний посёлочек Уреки. Чем же он так знаменит и как мы туда добирались? Смотрите дальше. Добраться проще всего на маршрутки или такси. Маршрутки, на которых не написано Уреки, они в город не заезжают, а проезжают только по трассе, от которой ещё до самого пляжа километра два, учитывайте это. Поэтому мы поехали на такси. Такси нам стоило 15 лари. Дорога занимает минут 30, но такой её живописной не назовёшь. То есть всё вы видите на видео. По мнению местных жителей, даже не стоило так далеко ехать, можно было остановиться. Вот мы уже проезжали посёлок Шеквители. То есть, в принципе, там такие же пески, такое же море, только на 10 километров в Кабулете ближе, чем Уреки. Ещё один вариант добраться, как из Батуми, Кабулете и Тбилиси до Уреки, это двухэтажные поезда. Ходит он три раза в день, но учитывайте, что вам придётся купить билет за полную стоимость. Как мы ехали на таком поезде, можно посмотреть по ссылочке. Магнетити – это так называется пляж в городе Уреки. Сам посёлок Уреки очень маленький. В нём живёт чуть больше тысячи жителей. И, конечно, вне сезон он полупустой. А так он, собственно, весь работает только на отдыхающих. Каждый дом – это или госхаус, или хостел, или мини-гостиница. Есть несколько магазинчиков, кафешек. Ну, в общем, такой пляжно-курортный посёлочек. Развиваться как курорт он начал только в середине прошлого века. Ну, в общем, случайно заметили, что те военнопленные, которые строили железную дорогу Тбилиси-Батуми, в общем, стали здоровенькие. И, заинтересовавшись этим фактом, сделали проверку этого песка и обнаружили его оздоровляющие свойства. Чёрный магнитный пляж протянулся на 5 километров. В состав пляжного песка входит магнитит в виде чёрных мелких фракций, излучающих слабое магнитное поле. Цены во всех кафе приблизительно одинаковые. И так как мы приехали днём, и было очень-очень жарко, мы вот зашли в одну такую кафешечку и заказали себе хачапури по-аджарски. Хотя у реки это не Аджария, а уже следующий регион Гурия. В отличие от Кабулети, где галька, здесь такой песочек, и он очень-очень нагревается на солнце, поэтому так босичком по нему днём пройтись жарковато. Море из-за того, что это песок, не такое прозрачное, но мелкое. Для того, чтобы пройти на глубину, если вы хотите поплавать, а не только принять полезные оздоровляющие ванны из песка, надо пройти где-то метров 100-150. Но зато, учитывая всё это, это, конечно, просто райское место для отдыха с детьми, поэтому здесь, конечно, детворы очень-очень много. Тёмный цвиск с магнитными и целебными свойствами является уникальным сочетанием не только для Грузии или Черноморского побережья, но и для мира, потому что обычно есть пляжи с тёмными или чёрными песками. Таких много в Коста-Рике, Филиппине, в других странах. И отдельно есть магнитные пески, например, в Болгарии, даже на Украине или Камчатке. А вот именно в сочетании это только у реки. Образовывался такой пляж в течение длительного времени. Столетиями реки несли намагниченный песок с гор. И вот он оседал на побережье и составил такой уникальный пляж. Хотя считается, что всякая морская живность не любит намагниченные эти свойства песка. И вроде бы ничего не должно быть, но вот мы, когда были в середине сентября, то нам встречались вот такие крупненькие, симпатичненькие, но слегка страстноватенькие медузы. Челебные свойства песка очень хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему, но есть и противопоказания, поэтому обязательно учитывайте этот момент. Как правильно лечиться? Выройте в песке ямку и подождите, б солнце и основательно прогреет. Наибольший магнетизм эффект проявляется при температуре 40-50 градусов. Сядьте в яму и закопайтесь песком, не закрывая область сердца. Посидите так 10-15 минут, выйдите из песчаной ванны и походите час-полтора для закрепления результата. Мы, конечно же, оставались в Урике до заката, чтобы посмотреть, какой он такой романтический в этом поселочке. Но, как оказалось, потом тяжело обратно вернуться, потому что уже после заката, это где-то было часов около 8 вечера, уже мотки в Кабулете не ездят, а такси начинается от 35 лари. Поэтому нам пришлось прогуляться около 2 километров до трассы и подождать там минут 15-20. Но мы хотели остановить какую-нибудь проходящую маршрутку, потому что все они идут через Кабулете в сторону Батуми. Но нам повезло, мимо проезжало такси, и опять же за 15 лари водитель нас довез до Кабулете. Вот так прошла наша однодневная экскурсия в этот маленький, миленький поселочек Урике. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, можете писать их в комментариях. Если вам было интересно и понравилось, не забывайте ставить лайки и подписываться. Всем пока-пока и наслаждайтесь закатом, вечерним закатом сентябрьским, всем красивым, тёплым и мягким. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok